Добрый день! С вами Ирина Багнёк и канал Усадьба Багира. Сегодня у нас новенький. Это полисциаз. Такое вечно зелёное растение. Растёт в доме до двух метров спокойно. Может расти. Очень хорошо кустится, ветвится во все стороны. Продается очень часто в виде типа бонсай или для бонсая. Да, действительно бонсай можно из него сформировать. Очень много слышала, что он загнивает очень часто. И что это какой-то такой капризный и не очень хорошо растёт. Будем разбираться почему. Значит, он у меня в горшочке, в котором был куплен. Но у него, так как у меня с ним раньше опыта не было, я знала его в теории. А вот эти все, везде можно прочитать, что капризный, что загнивают корни и так далее. Я решила сначала поэкспериментировать. То есть с грунтом, который я бы ему дала. И протестировать, что будет. Значит, смотрите. Он был посажен вот так. То есть вот я когда купила в магазине, в этом горшочке он был вот так в грунте. Вот так вот. Тут осталось... Сейчас уже не так хорошо видно, но в принципе видна вот эта полосочка. Я его достала, очистила. И корневая была прямо вот... То есть это было всё пусто, естественно. А там дальше была вот такая вот небольшая корневая. Буквально так совсем-совсем маленькая. Поэтому вот он ниже был в горшке. И чуть-чуть-чуть корней. Я его вынула, очистила. Так как корней было совсем мало. Сделала грунт, который считаю, что ему... Посчитала, что ему подойдёт. Посадила. И значит, что мы видим? Мы видим... Ну, во-первых, он подрос своими вот вертикальными, которые были. Я ему не обрезала, ничего не делала. Тут даже видны вот эти все красные замазанные, как они все продаются. И это ничего сверху не делала. Только пересадила и оставила. Ну, значит, подросли вот эти. Так порядком. Вот, наверное, сантиметров 10-12-15. Ну, 15 с листьями, да? Вот. И выросло огромное количество вот маленьких, новеньких. Ну, то есть, значит, ему всё хорошо. Выросло тут. Выросло даже вот здесь. В общем, ему всё нравится. Сегодня мы будем делать посадку его. Вот. Я его пересажу. Покажу, что с корнями изменилось за это время. Где-то полгода назад я его пересадила, по-моему. Вот. Посмотрим, что у нас там наросло. Расскажу об уходе. А брескоформировка будет в следующем видео, потому что... Вот. Хочу ему дать... Сейчас, секунду. Сухой листик какой-то. Вот. Он рос в тепличке. И, собственно, и зимовал тоже. У него некоторые листья такие сейчас уже старые, пострадавшие. Я хочу его пересадить. Дать ему подрасти, обрасти и прийти в себя. А потом уже буду обрезать. И тогда, если нужно видео по формировке, то буду его снимать. Так, значит, начинаем с его очищения. Так. Значит, достаем. Вот. Видите, какая корневая наросла. Она нормально... То есть, действительно, вот так был заглублен. И корней было вот столечко. То есть, совсем-совсем мало. Я его вчера опрыскивала. Вот. Было очень жарко. Я его опрыскивала. И у меня чуть-чуть влажный грунт из-за этого. Будет не так комфортно его очищать. Но ничего. Вот. Значит, грунт мы сейчас соберем с вами. И я расскажу. Корни прекрасные. Посмотрите, какие хорошие. Их много. Много мелких. Так. Вот. Они замечательно растут вот так по краям в стороны. Это его особенность. Так хорошо-хорошо их выращивать. Потому что, если хотите себе такое растение, после покупки обязательно очищайте. Они все вот так сильно заглублены. Иногда и сильнее заглублены. Если больший размер, то заглублены вообще очень сильно. Вот. И корневая там вообще никакая. То есть она скудная, маленькая. Прям совсем-совсем. Поэтому я его смогла посадить опять в этот же горшок, в каком он продавался. И он вырастил замечательные корни. Так. Так как корни были никакие. Их почти не было. Вот. Их надо было... Вот они хрупкие довольно. Поэтому аккуратно очищайте. Их надо было ветвить. Я положила тут... Есть лава. Вот. Есть много-много инертных составляющих. Ну и сейчас мы этот грунт соберем с вами вместе. И я расскажу о нем подробнее. Так. Так. Пускай в новом горшочке побудет. Так. Это убираем. Так. Идем к грунту. Ой. Так как это растение. К поливу относится таким образом, что ему надо, чтобы грунт летом вот немножечко просыхал. То есть не как фикусы мы делаем, чтобы просыхали там на фалангу пальца, на полторы фаланги пальца. Да. В зависимости от размера горшка. Этому надо просохнуть немножко, но желательно просохнуть. Потому что корни очень легко загнивают. Прям легко-легко. Чтобы не загнивали корни, нам нужен полив после небольшого просыхания. Не надо ему делать... То есть он еще влажный, мы поливаем. Дайте ему еще день-два, чтобы верхний слой был не такой влажный. Если горшок побольше, то и чуть больше дней. Вот. А зимой можно прям еще сильнее чуть-чуть просушивать, если у нас чуть ниже температура. Да. Зимой ему спокойно там каких-то 17-20, а летом все-таки 20-25, может быть выше, без проблем. Вот. Поэтому, чтобы корни не загнивали, нам нужно полив регулировать, чтобы он был полив все-таки по слегка просохшей грунту. И чтобы грунт был очень рыхлый. То есть будет у вас рыхлый грунт, в котором будет вода хорошо уходить, не застаиваться. Тогда будет, значит, все хорошо у него с корнями. Значит, грунт берем за основу органический для декоративно-лиственных зеленых. Вот он. Берем примерно столько же кокоса, потому что он более рыхлый. Вот. Так. Сейчас мы это все смешаем. Вот он такой хороший получается. Замечательно. Чтобы ветвились корни, если есть лава или пеностекло, то есть крупные, очень крупные такие, очень острые. И какие-то все такие погрызенные. Корень с ним встречается и обязательно будет ветвиться. Нам это важно. Особенно, если горшок будет не очень большой растений, небольшой, то спокойно можно брать даже лаву, несмотря на то, что она часто бывает тяжелая. Бывают тяжелые, бывают легкие. Поэтому, если горшок большой, то это не очень удобно. Если горшок небольшой, то можно брать лаву спокойно. Погремим немножко. Всю ее возьмем. Если горшок большой и у вас есть пеностекло, то оно крупное, но легкое. А так оно тоже выполнит роль лавы. Так. И что-то надо помелче. Из разрыхлителя можно взять пемзу, можно взять серамис. Хорошо подходит. Вот вы увидели, наверное, у меня в том грунте был серамис. На тот момент, не знаю, может пемзы не было. Может быть, ее было мало. Можно взять циолит, диатомит. У меня пемза. Много-много. Сейчас я это перемешаю, посмотрим. Можно еще. Вот это все высыпем. Так. И хорошо бы добавить что-то совсем мелкое, типа перлита. Так получается, что перлит у меня кончился. Но у меня есть немного лечузы, а она как раз мелкая. Она мелкая, и тут, ну, то есть она как фракция поможет, что она более мелкая из всех вот моих составляющих. И в ней есть циолит. Циолит чуть-чуть больше. Он мелкий, конечно, здесь, но он чуть-чуть дольше и лучше забирает на себя влагу. Потом отдает дольше, чем та же пемза, например. Вот это вот. Поэтому я возьму еще немножко лечузы. Вот. Таким образом. Сейчас все смешаем. Вот, посмотрите. Очень-очень рыхлый. Очень много всех вот этих компонентов. Ветвиться корни будут. Лишняя влага будет уходить сразу вот в пемзу и в остальные компоненты. Потом постепенно возвращаться. Можно добавить, так как он любит не так сильно просыхать, как те же фикусы. Можно добавить немножко вермикулит. Вот. Я в прошлый раз чуть-чуть добавляла. То есть он будет, он просто дольше, он очень влагоемкий. Он будет дольше сохранять влагу. Особенно если у вас часто уезжаете, еще что-нибудь такой вариант. Можно его добавить. Но при этом надо, чтобы был прям рыхлый-рыхлый грунт. Чтобы застоя не было. Так. Ну и вот. Будем сажать. Так. Я ему подобрала вот такой горшочек. Будет ли он потом посажен как бонсай или нет, я не знаю. Это посмотрю по его варианту формировки. Как буду формировать. Но пока вот из этого горшочка. Про размер сейчас смотрим. Он вырос. То есть его можно впихнуть, но незачем. Я хочу, чтобы корни уже вширь побольше еще росли. Они причем довольно неплохо растут вширь. Поэтому вариант с плошкой ему очень хорошо подходит. Так что берем вот этот горшочек. Так. Не падай. Что-то мне. И будем его сажать. Палочки какие-то поставим. Вот так. Еще немножко. Если получается, корни расходятся в сторону. Вот так их разводим в стороны. Еще какой-то отвалился корень. Довольно хрупкие у него. Будьте с этим аккуратны. Ну и вот. И засыпаем. Так как корневая все равно еще довольно-таки скудная. Небольшая. То вот вкрапление сюда лавы или любого тяжелого материала между корнями, которые проходят. Все вот эти вот наши инертные. Они будут еще и лучше его удерживать. Потому что он пытается вывалиться. Так. Вот. Замечательно. Значит, что он любит по условиям? По условиям он очень любит яркий свет. Но чтобы он был рассеянный. То есть восточные, западные окна будут прекрасно. Южное летом будет жарковато. Вот. Начинают лезть. Особенно у темнолистных. У него есть тоже разные виды. Очень много. Вот более ста разных видов. Есть перистые листики. Есть удлиненные там с какими-то разветвлениями. Есть пестролистные. Поэтому, естественно, пестролистные больше требуют света. Зеленолистные поменьше. И их можно... Вот. Восточные и западные окна будет прекрасно. На южном летом жарко. А так будет хорошо. Очень любит повышенную влажность воздуха. Очень любит. Вот. Он... Его очень любит тоже паутинный клещ. Поэтому повышенная влажность воздуха нам будет как оберег от паутинного клеща. Так кто-то не любит повышенную влажность воздуха. Единственное, что я сегодня обрежу, это вот эту вот веточку. Мне не хочется так низко. Поэтому не буду давать дереву возможности тут сейчас тратить силы. Вот. Все вот эти вот жуткие красные, замазанные парафином. Не буду сейчас трогать, потому что при формировке, я уже так примерно продумала, что буду и как его формировать, очень многие из этих ветвей уйдут. И смысла сейчас вот аккуратно влазить, вырезать вот это нет. Потому что ветви многие сильно уйдут. Но для этого я хочу дать ему сейчас прийти в себя, во-первых. Во-вторых, вырастить вот эту вот мелочь. Вот здесь. В других местах тоже вот они пошли в рост. И уже тогда... Что ж такое? И уже тогда будем его обрезать, формировать. И те ветви, которые у нас останутся, но они будут с этими вот красными, вот тогда их уже аккуратненько буду вырезать и убирать. Все. На данный момент с ним все. Значит, посадили. Грунт обсудили. Рыхлый, воздухопроницаемый. Хороший. Полив, когда слегка просохнет верхний слой грунта. Солнце любит, но не яркое. Прям яркое-яркое. Поэтому... И повышенную влажность воздуха. Все. Кажется, все. Что у нас еще из условий есть? Вроде бы все. Все. Я с ним, значит, посажу его. Буду наблюдать. Периодически буду его показывать. Как обычно в соцсетях показываю. А видео, если напишите, что нужно видео по формировке, тогда буду делать. Если не напишите, что нужно, или будет всего парочка таких вопросов, просьб, то не буду делать. Так как хочется делать то, что всем, ну или многим нужно. Все. Подписывайтесь на канал. Узнаете много нового. Удачи! Удачи!